И снова привет модники! С вами как всегда Макс и сегодня поясню за три вида модниц. Давно пора было проехаться и по слабому полу, так как грешков за их спинами, я думаю, не меньше, чем у кого-либо. В общем, милое создание, надеюсь вы узнаете себя. Итак, модницы в 2016 делятся. Номер 1. Тамблер модницы. Место обитания чаще всего дом, интернет и всевозможные соцсети, в которых данные особи смогут поторговать своим смазливым юглом. Очень часто хвастаются тем, что хорошо играют в дотку и прочие похожие игры. Но на самом деле лишь берут защику на меду, но все равно остаются невиновными, так как остальная тема недорослей вдруг превращается в альфа-самцов и боготворят данную особь. Также смотрят дохуя анимешек, мечтают выйти замуж за Наруто и переехать жить в Каноху. Отличительные внешние признаки это собачьи ошейники на шее. Называются, по-моему, чокеры. Их еще в 16 веке носили проститутки, чтобы было понятно, кто они есть. Могут красить волосы в самые поебические цвета и украшать свои фотографии подобной хуетой. Также любят срать в комментариях о том, каким плохо и одиноко, что вот-вот и она вскроет с себя, если ей не напишет очередной моралфак, сообщение которого она добавит в свою коллекцию непрочитанных, дабы хвастаться перед своими жидкостями, как же она всем нужна. Но вынужден огорчить, нужны они только комнатным воинам, которые мечтают стать хокаги и боятся солнечного света. Итак, вид второй. Топовые модницы. Якобы не такие, как все, якобы шарят, якобы самые охуенные. Но это они так считают. На самом же деле, все с точностью наоборот. При одном виде хочется взять и запустить в лицо бумеранг. Пару уросков так. С разбитым лицом, я думаю, пафоса у него станет поменьше. Место обитания – социальные сети, в которых всеми возможными способами, с охраненками и постами в ленте хотят показать, как же они любят секс. Да пожестче. Мол, приди, мой принц, я вся такая развратная и горячая. Возьми меня. Но идти никому не советую. Все это лишь конченная показуха и развод. Отличительные признаки таких дырок – это джинсы с дырками, более или менее красивое ебло, венсы олдскул и какая-нибудь трехерская кофта. Данному виду в случаях ненормального поведения я, как эксперт, прописал бы пару вертух. Но женщин мы не бьем, поэтому пропишу лещей по методу Хованского. Покасательный. Да бы без побоев. Третий вид. Модницы-кажуалы. Кстати, вижу все чаще и чаще. Отличительные признаки – такие фирмы, как Фред Перри, Стонайленд и Пола, любят засирать ленту фоточками в кажуальном шмоте. Мол, смотри, какая я, блять, опасная сучка. Место обитания – улица и падики. И чаще всего около своих пацанов-кажуалов подбухивают жигуль. Клянутся, что за зож, а сами курят по две пачки примы в день. Лично я, как девушек, воспринимать их не могу. Что-то между. Поэтому ловить с ними нехуй. Лучше уж взять ботл чернила и замутить с бомжихой. Уж та и то поженственнее будет. Вот и пояснил чутка. Надеюсь, зашло неплохо. С вас, как обычно, лайк, подписка, а также вступайте в группу в ВК. Все ссылки в описании. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok